Кроме Евгения Лебедева, на пост председателя регионального парламента также была предложена кандидатура Вячеслава Аксинина. Эту кандидатуру предложил депутат Валерий Асокин. Кандидатуру же Евгения Лебедева первым предложил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Объективные данные его, я могу, конечно, назвать, он 57-го года рождения. Специалист в области народного хозяйства, по многим отраслям прошёл. Он имеет, как и все, хорошее образование, хороший опыт работы в системе бизнеса и в системе исполнительных органов, законодательных органов власти. Я обсуждал эту кандидатуру также с представителями администрации, те, которые решают. Никаких сомнений, что Евгений Викторович справится с этой работой и там тоже нет. По итогам тайного голосования за Лебедева свои голоса отдали 151 человек, в то время как за Аксинина лишь 27. В свою очередь сам Евгений Лебедев говорит, что готов на 100% к своему переизбранию на пост председателя ЗАГС Собрания. На самом деле моя задача – обеспечить преемственность работы, обеспечить нацельность на те задачи, которые были в пятом составе. Это, безусловно, социально-экономическое развитие, это рост экономики, ну и, как следствие, рост благосостояния граждан. Для этого нужно немного. То есть, мне кажется, мы сегодня создали такую достаточно хорошую систему отношений и внутриизыкательного собрания, и с исполнительной ветвью власти. Напомним также, что по итогам выборов ЗАГС Собрания Единая Россия получила 41 из 50 мандатов, 25 по одномандатным округам и ещё 16 по партспискам. Избранные депутаты делятся планами своей работы. Я выделяю один важный такой момент, это он связанный с программой обязательного медицинского страхования, потому что задача сделать так, чтобы все жители нашей Нижегородской области могли максимально воспользоваться этой услугой. Больше обращать внимание работы на наших пенсионеров. И ещё о важных решениях, которые были приняты на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Александр Табачников избран секретарём регионального отделения. Напомним, депутат областного ЗАГС Собрания 6-го созыва Александр Табачников был официально представлен в качестве исполняющего обязанности секретаря Единой России в январе этого года. Сразу после этого, как ушёл в отставку, Артём Кавинов. В ходе конференции, помимо кандидатуры Александра Табачникова на эту должность, также была выдвинута кандидатура министра правительства области Ольги Носковой. За неё было удано 22 голоса. За Александра Табачникова – 155 голосов. Однопартийцы доверили мне честь, оказали очень большую честь. И выборов меня проголосовало большинством голосов за мою кандидатуру. Это такой серьёзный аванс. Уверен, что оправдаю доверие моих коллег-однопартийцев. Тимур Хакимов, Наталья Лейсова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.